Всем привет! Спасибо, что вы на моем канале. Меня зовут Лиза. И сегодняшнее видео у нас снова развлекательно-болтательного характера. В сегодняшнем видео мы с вами будем играть в одну очень увлекательную игру. Помимо прочего, мы, конечно же, с вами накрасимся, потому что я без макияжа, на мне ничего совершенно сейчас нет. Я надеюсь, что вам понравится сегодняшнее видео. Я надеюсь, что вы обязательно поставите лайк, обязательно подпишитесь на мой канал. Спасибо вам большое за это. Спасибо вам за вашу поддержку. И не забываем рассказывать о моем канале своим друзьям, потому что мы все так же ждем те самые 100, заветные 100 подписчиков на моем канале. После чего мы обязательно с вами разыграем прекрасную восхитительную косметику бренда Sunny's Face. Ну, а мы давайте с вами начинать непосредственно с нашим видео. И давайте приступать. Итак, как я сказала, сегодня мы с вами играем в игру. Это будет игра такого плана Bingo. Это такой огромный квадрат, в котором есть несколько маленьких квадратиков, которые имеют свое собственное значение. И сегодня, в принципе, наша игра будет сочетать в себе несколько игр. Это как Bingo, Life in China Bingo. И также игра, если вы знаете такую, Have you ever had? То есть это игра, в которой вы, ну, как бы, было или не было, да, грубо говоря, по-русски. Если вы это делали, то, как правило, вы выпиваете, да, это такая игра для таких алкогольных пати. Но сегодня мы с вами не будем пить, мы сегодня с вами эту игру применим, конечно же, на макияж. Итак, как вы видите, сейчас на экране у нас тут 25 маленьких квадратиков. В каждом из них есть какое-либо значение, да, то есть какая-либо надпись. Каждый этот квадратик означает какое-либо действие, и это действие было или не было совершено именно в Китае. То есть я буду вам его зачитывать и переводить по возможности, да, потому что это все выполнено на английском языке, переводить и отвечать, было или не было этого в моей жизни в Китае именно, да. Если я это делала, то у нас с вами появляется определенное значение этого квадратика в контексте макияжа. То есть я, например, начинаю делать какую-либо часть макияжа, да, на своем лице. Сразу хочу сказать, я ничего никуда не подгоняла вообще, я просто знала, что там 25 квадратов, и я расписала 25 ступеней макияжа, да, по соответствию с этими квадратами. Поэтому все достаточно честно, я просто знаю, что у нас 25 квадратов и 25 шагов макияжа. Я надеюсь, что вам очень понравится это видео, потому что мне кажется, это очень классный формат. Во-первых, я вам расскажу как можно больше подробностей, да, скорее всего, из своей жизни в Китае, своей личной жизни в Китае. И по возможности мы с вами будем узнавать друг друга поближе. И да, еще момент, если, например, какого-либо действия я не совершала, то есть у меня не было, да, там, было или не было, да, если у меня не было именно, то тогда мы просто с вами пропускаем этот шаг. И, например, если я себе накрасила одну сторону лица тональником, а вторую нет, то, ну, whatever, let it be, так сказать, да, пусть оно так и будет. И мы с вами будем двигаться дальше. И потом мы с вами уже посмотрим, сколько вообще из 25 вот этих действий было совершено мной, живя в Китае. И посмотрим, какой у нас сегодня получится с вами макияж. Итак, давайте с вами открывать первый квадратик. Мы с вами будем идти слева направо, потом вниз, а потом справа налево. Вот так, как бы змейкой, да. Итак, давайте смотреть номер один. И да, кстати, и еще момент, я взяла этот квадрат из инстаграма одного из блогеров, которая тоже живет также в Китае. Я обязательно оставлю ее инстаграм внизу, подписывайтесь на нее. И там также указано авторство этого квадрата, так что ко мне никаких претензий. Там вот есть тоже автор, поэтому и по возможности я ее или его аккаунт или что-либо укажу, ну или просто имя, потому что это я не сама делала, но, так сказать, так просто, да, оговорочка. Падрат номер раз у нас говорит travel to Southeast Asia during sea and why. Что это значит? Это значит, путешествовали ли вы в юго-восточную Азию во время китайского Нового года. Итак, во-первых, я сразу говорю, что я не путешествовала в это время именно в ту сторону Азии, поскольку китайский Новый год это очень-очень такой жаркий момент именно для путешествия. Очень много людей путешествует именно китайцев, потому что это самые длинные у них выходные за весь год, поэтому я ни разу этого не делала. И тем самым мы с вами пропускаем первый пункт нашего макияжа. Первым пунктом, как вы можете видеть, у нас была база под именно макияж. Ну, ничего страшного, мы ее с вами пропускаем, давайте двигаться дальше. У нас пункт номер два, и, конечно же, было, конечно же, я это делала. Итак, как вы знаете, в Китае есть определенные даты для таких больших распродаж, и одно из них это 11.11, это 11 ноября каждого года. Как правило, в это время большинство магазинов устраивают огромные скидки, это как примерно Черная Пятница, только по-китайски. Этот 11.11, он начинается задолго до самого этого времени, он начинается где-то с конца октября, и где-то с конца октября начинают люди просто безумно тратить деньги, потому что действительно скидки прям достаточно хорошие и достаточно выгодные. Как правило, этот период длится даже до, где-то вот до января, до середины января, ну, а там, как мы уже знаем, примерно в это время происходит китайский Новый год. Поэтому, да, я это делала, и давайте с вами посмотрим, наконец-то, чем мы с вами начинаем наш макияж. Начинаем мы его с вами с базы под глаза, именно, под глаза, чему я очень рада. Давайте сейчас с вами ее и нанесем. Ребята, я возьму свою вот эту вот маленькую базу от Бобби Браун из моего предыдущего видео с пробниками дорогой и люксовой косметики. И сейчас я ее и нанесу на глаза. Так, кажется, мы с вами нанесли уже первую ступень нашего огроменного сегодняшнего макияжа, и давайте двигаться дальше. И номер три у нас attended a Chinese wedding, что значит, посещали ли вы китайскую свадьбу. И если бы я снимала это видео чуть-чуть попозже, то я бы ответила да, но на сегодня я не посещала китайскую свадьбу, к чему я, конечно, немножко расстроена, потому что я не видела этого, я не могу сейчас нанести себе тональное средство на правую сторону макияжа, потому что да, номер три у нас тональное средство на правую часть лица. К сожалению, я не могу этого сделать, ну да ладно, ничего страшного. И номер четыре нашего замечательного Life in China bingo, это tried a weird food, что значит, пробовали ли вы очень странную какую-то еду. Конечно же, пробовали, естественно, и про это я вам недавно рассказывала в одном из своих прошлых видео про плюсы и минусы Китая, за что я люблю и ненавижу Китай. Да, иногда, когда берешь какую-то еду по незнанию, и ты не понимаешь, что ты берешь, особенно когда ты только переехал в Китай, то зачастую можно съесть что-то очень странное. И да, у меня такое было, и это было в том числе напитки, которые содержали какие-то непонятные, в общем, вещи внутри. Но, кстати, об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. И да, номер четыре, это у нас нанесение тонального средства на левую часть лица, ну, в общем-то, что мы сейчас с вами и сделаем. Поскольку сегодня мы с вами наносим только одну сторону моего лица, да, покрываем тональной основой, я сегодня решила взять какую-нибудь такую максимально нюдовую и максимально незаметную. Я возьму свой биби-крем от Эрбориан. Вот, все честно, все прозрачно и открыто. В общем, давайте сейчас я это все растушую, вобью в лицо и к вам вернусь. Вот так я выгляжу с половины накрашенного лица. Ну да ладно, ничего страшного, давайте двигаться дальше. И номер пять, climbed the great wall. Да, 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 да. И если бы я опять же снимала это видео немного раньше в своей жизни, то, скорее всего, мы бы с вами пропустили очередной пункт в макияже. Но да, я, конечно же, забиралась на китайскую стену, не так давно это было, вот это было в этом году. Не могу сказать, что я была в восторге от этого события и от этого места, но, в принципе, на один разок, я считаю, можно сходить. И номер пять у нас, пятый наш шаг в макияже, это нанесение консилера, чему я очень рада, потому что сейчас я немножко хотя бы вот тут вот прикрою все свои нюансы на лице. Ну вот, теперь мой тон моего лица немножко подвыровнялся, конечно же, из-за консилера. Теперь оно не выглядит настолько странно. Итак, ребята, давайте двигаться дальше. Мне это очень нравится, я вообще довольна таким форматом видео, потому что мы можем с вами еще больше друг о друге узнать и узнать, в том числе, о жизни в Китае. И теперь мы с вами двигаемся вниз. И номер шесть у нас квадрат, это left the club at four a.m., что значит, что ушли, да, покинули клуб в четыре часа утра. Ну, что сказать, было такое в моей жизни, было такое именно в Китае, потому что я не то чтобы любитель и фанат клубов, но здесь, да, здесь такое было, и супер, я рада, что мы можем наконец-то с вами нанести следующий этап на нашу кожу, да. У нас с вами пудра под глаза, чтобы, соответственно, все это зафиксировать. Давайте сейчас мы с вами этим и займемся. Сегодня возьму вот эту же маленькую пудру, которую мы с вами пробовали уже до этого, это Lora Mercier. Вообще, надо сказать, что, конечно, клубы тут очень популярное времяпрепровождение, особенно среди, конечно же, подростков, ну, и таких плюс-минус, да, постарше, которые уже, наверное, после 18 лет. Поэтому, когда я сюда только переехала, это было очень популярное вообще времяпрепровождение среди наших знакомых, среди наших товарищей. Поэтому, да, это, конечно, имело место быть в моей жизни. В общем, вот так выглядит мое лицо, припудренными подглазными местами. И давайте с вами читать следующий пункт. И следующий пункт у нас говорит нам о went to KTV. Это значит, ходил ли ты, значит, в караоке-клуб, которых безумное количество просто в Китае. Вот клуб и караоке, это прям вот, мне кажется, такой прям секрет, залог вообще успеха вечера, хорошего вечера. Но я, ваш покорный слуга, я просто ненавижу караоке, просто ненавижу. Я ходила в караоке в своей жизни несколько раз в России, когда жила, но вообще я ненавижу петь, я ненавижу, я могу петь в душе, могу петь и дома у себя, но не в специализированных местах. В общем, я не ходила в китайские караоке, поэтому мы с вами пропускаем этот шаг и этот этап нашего макияжа, который у нас был скульптор жидкий. Да, я хотела сегодня использовать жидкий скульптор, но не судьба, видимо, мне сегодня это сделать. Ну что ж, ничего страшного, давайте с вами двигаться дальше. И номер 8 у нас, что там у нас номер 8? Конечно же, перевод, да, перевод. Ходил ли ты в госпиталь, да, в больничку, в поликлинику со своим китайским другом? Да, я ходила в госпиталь, в поликлинику со своим китайским другом, который просто может говорить по-китайски, да, и который может перевести мои какие-то жалобы, мои какие-то требования к врачу, которые я не могу объяснить сама своим языком. Восьмой, восьмой, восьмой уже этап макияжа, это у нас нанесение румян, опять же, жидких. Но, поскольку я вот тут себя сейчас припудрила, я сейчас буду наносить румяна вот сюда, вот на вот эти вот части, чтобы ничего тут не нарушить под глазами. Я возьму вот такие вот жидкие румяна от корейского бренда Preymi, не знаю, Preymi, как это назвать, в общем, да, вот с такой они штучкой. И сейчас это нанесу вот сюда повыше. Вот так выглядит мое лицо с румянами, мне кажется, очень красивый, очень такой освежающий вид у меня сейчас. Давайте читать следующий пункт, пункт номер 9 нашего макияжа и нашей игры Bingo, это Used Pleco. Pleco это такое приложение, в общем-то, переводчик, грубо говоря, да, который именно китайского формата, то есть это никакой не translator, который там, да, Google, а именно китайский. Я хочу сказать, что Pleco я не использовала, у меня нету этого приложения, но, конечно же, я использовала, как бы, да, переводчик, естественно, я его использую по сей день, живя в Китае. Технически, конечно, я не использовала именно Pleco, но формально я использовала переводчик, ну, в общем, я не знаю, если честно, как нам здесь быть. Ладно, давайте его тоже пропустим, поскольку именно Pleco я не использовала, и, в общем-то, что мы с вами пропускаем? Ага, мы с вами пропускаем пудру на правую часть нашего лица, ну, в общем-то, там она нам и не нужна, потому что у нас там вообще ничего, по сути, нету. Давайте переходить к номеру 10, 10-й у нас квадрат, 8 Chaofan. Очень странно звучит на английском или на англо-русском, в общем, не знаю. Что такое 8 Chaofan? Ну, ели ли вы в чифаньке, так называемой? Это мы так называем по-русски, да, чифанька. Мы называем такие, знаете, забегаловки, очень маленькие такие, ну, типа лапшичные, там обычно подают лапшу или рис с какими-то овощами, с мясом. Зачастую такие места, они мусульманского характера, то есть там не подают свинину. И, конечно же, ну, конечно же, я там была, конечно же, я там ела, конечно же, было такое в моей жизни, что делает нам возможным нанести пудру на какую левую часть нашего лица, точнее, моего лица, чему я, конечно же, безумно рада. Давайте мы сейчас это и сделаем. Вообще, надо сказать, что вот эти вот чифаньки, так называемые, это достаточно популярные вообще, популярные места, ну, среди не таких, скажем, незажиточных, да, китайцев, среди обычного такого рабочего класса. Там, в принципе, даже можно найти что-то такое, так скажем, вегетарианское, да, потому что там есть рис, допустим, просто с овощами, без мяса, есть лапша без мяса. Но надо сказать, что, конечно, в таких местах желательно не есть очень часто и не вводить это посещение таких мест, да, в свою какую-то, на постоянную основу, потому что, ну, все-таки это достаточно консерв... Как это сказать? Достаточно холестеринное, да, я думаю, блюдо, потому что это, как правило, обжаривается, это каким-то образом, в общем-то, достаточно тяжело для организма, поэтому зачастую именно вот в таких местах очень легко набрать вес, если вы достаточно часто ходите туда и там кушаете. Нанесли с вами пудру на левую часть лица, и, кстати, вот можете вообще видеть, насколько они все-таки немножко, но отличаются. Давайте читать одиннадцатый квадратик, и одиннадцатый квадратик у нас... Одиннадцатый, да. Drinks hot water when ill. Конечно же, ну, конечно же, пилили вы горячую воду, когда вы болели. Итак, для начала немножко истории. Китайцы считают горячую воду, ну, это как бы такая уже немножко шутка, да, но в каждой шутке есть доля шутки только. В общем, китайцы считают, что горячая вода это вообще панацея от всех болезней. Если ты заболел вдруг, то выпей горячей воды, если тебе там болит живот, выпей воды горячей. Если болит горло, выпей горячей воды. В общем, если тебе плохо, выпей горячую воду, и она тебе вообще все снимет, все поможет, и вообще тебя избавит от каких-либо проблем со здоровьем. И, конечно же, когда ты переезжаешь жить в эту страну, ты сначала как бы так, типа, на это реагируешь, так, в смысле, какая нафиг горячая вода? Дайте мне, пожалуйста, парацетамола и оставьте меня в покое. Но нет, действительно, в какой-то момент ты, допустим, у тебя заболел живот, и зачастую именно с животом это помогает. Ну, возможно, конечно, эффект плацебо, но неважно. Да, я, конечно же, пила горячую воду, когда болела, и все мы это делали, поэтому, конечно же, да. И одиннадцатый этап нашего макияжа — это нанесение хайлайтера, чему я безумно рада. Давайте сейчас захайлайтимся. Для хайлайтера я опять использую наш тот самый пробник с хайлайтером от Анастасии Беверли Хиллз, который разбился у нас благополучно. Обязательно пишите свои комментарии, как вам вообще нравится такого рода игра, формат. Если вы тоже были в Китае, если вы здесь живете, то обязательно пишите, что из этого, возможно, не все, но что-то. Можете написать, что вы делали, не делали, что вам понравилось делать, что вам не понравилось. И если вы не были в Китае, если вы вообще первый раз слышите о подобных действиях, да, то обязательно тоже пишите об этом, и как вам такое, интересно или нет. И давайте читать следующий этап, следующий пункт, и номер 12, это у нас prefer squat toilets, что это значит, предпочитали туалеты такие, которые, да, вот эти вот, как это назвать, такие дырки, да, которые не выглядят как туалет, а именно как, ну, дырка в полу, грубо говоря, да. Огроменный плюс Китая это наличие туалетов для любого человека в любом вообще месте, то есть реально очень много общественных туалетов для людей. Когда ты заходишь в такого рода туалет, ты такой думаешь, блин, нет, я не хочу в эту дырку идти, я пойду лучше в обычный, который, да, привычный, там, мне туалет, как у меня дома. Но когда ты заходишь в такой туалет, то, как правило, неприятно в него заходить, потому что он выглядит намного грязнее, плюс, скажем так, с ним надо быть в более тесном контакте, да, чем с тем, который вот этот squat, то есть, который вот эта дырка в туалет, дырка в полу. Поэтому, да, конечно, я лично могу сказать, что да, айдит. Номер 12, это у нас укладка бровей, супер, давайте сейчас мы с вами сделаем ту самую укладку. Я буду использовать мыло для бровей, немножко сбрызну сюда фикс-спрея, и давайте сейчас уложим брови. Вот так выглядят мои уложенные брови, спасибо за это туалет, кто бы мог подумать. И номер 13 нашего веселого марафона бинго, life in China, это hot pot. У-у-у, yes, конечно же, конечно же, hot pot, это, ну, это так и переводится, в принципе, так и называется hot pot, это, ну, грубо говоря, горячая, горячая кастрюля, наверное, скажем так, да, ну, если дословно переводить. Такого плана блюдо, это такая огромная, действительно, зачастую алюминиевая какая-то кастрюля, в которую просто закладываешь все, что хочешь, вообще все, что угодно накладываешь в него, и оно просто там варится. Вы сами можете варить, вы сами можете класть туда, что хотите. В общем, вот такого плана блюда, да, это очень популярное блюдо в Китае, и вообще в Корее, я знаю, и вообще в Азии. Поэтому, да, конечно же, я это ела, конечно же, у меня это было в моей жизни и не разу. И следующий этап нашего макияжа, это нанесение карандаша, что я очень-очень рада, нанесение карандаша, естественно, на брови. Давайте сейчас этим с вами и займемся. Готовы мои брови, и давайте с вами двигаться дальше. И следующий у нас пункт, это prefer chopsticks, конечно же, да, и сто процентов да, и миллион раз да. Что значит, предпочитали китайские палочки, вилки. Поначалу это немножко не укладывается в голове, что типа везде как бы палочки, и даже если ты заказываешь еду, тебе привозят палочки, в ресторан ты идешь, тебе дают палочки. Но могу сказать, что да, с тех пор, как я тут живу, я даже дома зачастую, например, если мы заказываем еду на дом, я зачастую выбираю именно палочки, вложенные, да, в наш заказ, чем иду за вилкой. Поэтому да, я могу сказать, что это, конечно же, да. И что у нас там по нашему макияжу, давайте посмотрим. Затемнение складки правого глаза. Наконец-то наша правая часть вообще лица, немножко хоть чуть-чуть ей достанется макияжу в этой жизни. Я сегодня хотела использовать вот эту вот палетку от Анастасии Беверли-Хиллз, Dusty Rose. Затемнили с вами нашу складку правого глаза. И давайте двигаться дальше. Что у нас там следующее? Believe fake alcohol is a myth. Что значит? Верили или были уверены, да, что поддельный алкоголь это вообще легенда, миф и все такое. Ну, на самом деле, я не могу сказать, что я прямо об этом думала. Я в это верила, или я там верила, что это неправда, или я верила, что это правда, что бывает, да, не настоящий алкоголь. Но я хочу сказать, что я была очень-очень сильно удивлена, когда я узнала, что они даже подделывают воду. Ну, то есть, есть вода, популярнейшая вода ВОЗ, которая очень дорогая, да, как мы все знаем. Так вот, просто у нас в магазине, вот в нашем обычном магазине стоит ненастоящая эта ВОЗ. Как это можно понять? Во-первых, потому что на ней все по-китайски написано. А во-вторых, потому что она продается в пластиковой бутылке, в то время как настоящая продается в стеклянной. Хотя надо сказать, что везде вообще, мне кажется, существует поддельный алкоголь. Поэтому это вообще, мне кажется, ни для кого не новость и ни для кого не миф. В общем, ребят, давайте с вами нанесем вот эту вот складку, да, на второй глаз. И, в общем, пишите комментарии внизу, как вы относитесь к этому пункту. На самом деле, по поводу алкоголя, ну, это очень странно. Думать действительно, да, что алкоголь не бывает поддельным. Мне кажется, это не только относится к Китаю, вообще это повсеместно. Поэтому, если только вы, конечно, не первый день на земле, то тогда вы, возможно, верите, что это миф. Давайте двигаться дальше и читаем, что у нас там следующее. You speak fluent Chinese. Что значит? Вы говорили на беглом, да, на уверенном китайском. Эх, I wish I could. Но нет, к сожалению, я не говорю по-китайски и ни на каком, ни на начальном, ни на среднем, ни на базовом, ни на уверенном. Поэтому, к сожалению, мы с вами пропускаем этот этап нашего макияжа, который у нас был что? Который у нас был межресничка на правый глаз. Ну, как бы, I'm sorry, но правая сторона у нас сегодня немножко отдыхает. И давайте читать дальше. You don't know your friend's phone numbers. Что значит? Ты не знаешь, да, наизусть, телефон своих друзей или своего друга. Я хочу сказать, что да, да, еще раз да. Потому что, ну, в принципе, это достаточно сложно привыкнуть к своему номеру телефона. Я и свой-то поры до времени не знала. А уж тем более телефон своих друзей. Поэтому, да, это тоже про меня. И, конечно же, давайте с вами нанесем, давайте заполним межресничное пространство нашего левого глаза, которому сегодня явно везет больше. И для нашего сегодняшнего этого макияжа я решила выбрать вот такой вот гелевый лайнер в оттенке Rose Brown. То есть он немножко такого розоватенького, да, коричневого оттенка. По поводу вот номеров телефона и вообще мобильных телефонов в Китае, мне кажется, тут, в принципе, никто не звонит именно на номер телефона. Мне кажется, тут звонят и люди исключительно в WeChat, по WeChat, и вообще все, как бы, общение сводится именно к WeChat. Ну что, ребята, давайте с вами двигаться дальше. И следующий наш квадратик нашей игры, да, следующий наш бинго-поинт, так сказать, это Bubble Tea with Meals. И если вы видите, то там еще что-то написано по-китайски, я не уверена, что это имеется в виду в плане Meals, потому что, ну, вообще, Meal это как бы блюдо, да, или какая-то еда. Но тут, скорее всего, подразумевается вот этот Milk Tea, да, с этими шариками, которые со злаками. Это немножко не моя история. И да, я не могу сказать, что я это пила, и я рада, что я это не пила, потому что мне такое не нравится. Нет, спасибо, поэтому нет. И мы с вами пропускаем, мы с вами пропускаем подвижное веко правого глаза. Ну, в общем, ребят, мы поняли, сегодня у нас будет макияж и репрезентован в двух вариантах, так сказать. Один будет такой легкий, нюд, да, без тональника, а второй у нас будет прям такой максимально закрашенный макияжем. Итак, следующий наш пункт, это у нас уже, представляете, это у нас уже пункт 19, 19-й шаг в нашем макияже. Хотя я не выгляжу так, как будто на мне 20, почти, да, пунктов, 20 этапов макияжа. Own an e-bike, but not a helmet, что значит, у вас есть e-bike, да, ну, электронный bike, но нету шлема, что очень популярная и очень часто распространенная практика в Китае. Потому что до какого-то момента, когда я сюда только переехала, здесь к шлемам вообще относились как-то так, ну, так скажем, всем было все равно на эти шлемы. Их никто не носил, их никто не покупал. Поэтому это могло бы быть правдой, но это не про меня, потому что когда я купила свой e-bike, а это произошло в прошлом году, то в то время уже это стало более-менее серьезно. Уже даже стали останавливать на улице, штрафовать. Поэтому нет, это тоже не про меня, потому что я купила свой e-bike вместе со шлемом. Так что мы с вами снова пропускаем уже теперь подвижное веко левого глаза, все равно с вами вот такие вот странные будут глаза. Ну да ладно, ничего страшного, давайте с вами двигаться дальше. Номер 20 нашего с вами бинго, нашего с вами макияжа, 20 пункт, это говорит нам о чем? WeChat is live, что значит, ну, грубо говоря, вся ваша жизнь это WeChat, да, и вы живете вообще WeChatом. Я хочу сказать, что я, в принципе, уже оговорилась, да, про WeChat и про отношение к WeChat именно в Китае, потому что это единственная такая разрешенная, да, и именно китайская, китайский мессенджер. Поэтому, да, конечно же, да, естественно, WeChat is live, и никак по-другому, потому что, опять же, как я говорила, вы звоните по WeChat, вы переписываетесь по WeChat, вы, не знаю, там, бронируете себе какие-нибудь там посещения каких-либо мест через WeChat, поэтому, да, конечно же, да. И что у нас там с вами дальше? Это у нас нижнее веко, то есть мы с вами сейчас оформим нижнее веко на правом глазике. Давайте сейчас это и сделаем. Так, я, пожалуй, сейчас опять возьму этот же гелевый лайнер, но поскольку он у нас такого розоватого, да, цвета, поэтому он у нас будет просто как подложка, потому что если мы его оставим голым, то у нас взгляд за счет вот этого розового, близко к слизистой, он у нас будет выглядеть слишком таким заплаканным и уставшим, каким-то болезненным видом, поэтому мы вот этот карандаш просто наносим как подложку. Я возьму плоскую плотную кисть и возьму вот такой вот красноватый оттенок сена, сена. Малбери оттенок, он такой уже более красный. И еще раз я им тоже закреплю все сверху. Давайте читать следующий пункт, и следующий у нас гласит had Chinese barbecue after club, что переводится как вы когда-либо кушали, да, китайский барбекю после клуба. И хочу сказать, кстати, да, вот это прям, знаете, как я уже упоминала про караоке и про клубы, это прям залог хорошего вообще вечера. Клуб, караоке, а потом барбекю, и это да, это вообще 100% да, я это делала, я это ела, и это, кстати, достаточно вкусно, при том, что это может быть, конечно, любой вообще, любой формат мяса, это может быть мясо, могут быть морепродукты, но в основном это действительно прям очень классно, особенно это заходит, конечно же, после клуба, когда вы еще, тем более, если вдруг вы там выпили прилично, то вам это зайдет, и надо сказать, что вот такого рода барбекю, это есть барбекю, которые, например, просто как те самые чифаньки, да, такие места, которые именно специализируются на этом, А есть, которые такие, как это их назвать, они, в общем, передвижные, да, такого формата, какие-то маленькие лоточки, киоски, да, скажем так, которые просто передвигаются по городу, и зачастую как раз-таки они стоят возле клубов, возле каких-то караоке-баров, которые, после которых обычно люди голодные, они идут и как раз вот едят в подобного рода местах. Благодаря барбекю мы с вами сможем оформить в таком же роде наше нижнее веко левого глаза. Вот такие вот у нас сегодня получаются немножко, мне кажется, вампирские глаза, но мне пока что очень даже нравится. Давайте читать дальше. И следующий пункт это you call yourself a foreigner, что значит, ты звал самого себя иностранцем, да. Надо сказать, что это значит вообще foreigner или иностранец, да, в Китае. В Китае они тебя, они нас зовут лавай. Насколько я знаю, это слово именно такое немножко в жаргонном формате, вот именно лавай, когда они говорят, это немножко такое неприличное, некультурное слово. Ну то есть на жаргоне, да, на сленге. И да, это такой типа прикол, что ты сам себя зовешь лавай. Или когда они говорят лавай, лавай, ты как бы в ответ им можешь так же отвечать лавай, лавай и типа че такое и че дальше. Ну в общем, да, это такое есть. Да, это было. И что нам это позволяет сделать? Нам это позволяет нанести на ресницы тушь. Ура, отлично, мы с вами почти закончили. Я возьму ту самую маленькую тушь от Lash и DOLLE от Lancome. Закончили мы с вами наконец-то с глазами. Вот так теперь окончательно и финально выглядят они. Давайте уже наконец-то заканчивать. Пред-пред-последний пункт это You Use Express VPN. Да, как я вам уже упоминала, есть ряд сайтов, есть ряд приложений и мессенджеров, которые не работают в Китае, официально не запрещены государством. Для этого, чтобы их использовать, такие как Instagram и Twitter, надо использовать Express VPN. Ну в общем-то любой VPN, да, программу VPN, которую вы можете купить, установить бесплатно. В общем, в каком угодно плане, в каком угодно виде. Конечно же, да, это было установлено в первый же день моего приезда сюда. Она, как сейчас помню, ехала в такси с аэропорта домой, и я хотела зайти в Instagram. И тут я такая, а, ну да, он же здесь не работает. Проехали. Ну в общем, конечно же, пришлось его установить, и мне повезло, что он у меня бесплатный. Хотя иногда, конечно, соединение оставляет желать лучшего, но от этого никто не застрахован. И что у нас там дальше? Пункт губы. Так что давайте сейчас с вами мы нанесем карандаш для губ сначала. Я решила взять карандаш от JX Professional, который я вам уже показывала до этого. Он такого оттенка персикового. И для того, чтобы закончить макияж губ или не закончить, давайте сейчас узнаем. Давайте прочитаем предпоследний пункт нашего великолепного бинга. Это have been interrogated by taxi drivers. Что переводится как, ну, вас допрашивали, да, таксисты. Ну, короче, они до вас докапывались, грубо говоря. Как это любят делать многие таксисты. I'm sorry, таксисты. Ну, как бы, это правда. В общем, ну, конечно же, да. И, конечно же, это на самом деле очень забавно. Особенно в контексте того, что ты не говоришь по-китайски. И они у тебя что-то спрашивают. Они что-то разговаривают. Они что-то тебе говорят. А ты не понимаешь. И единственное, что ты можешь сказать, это, типа, I don't speak Chinese, но только по-китайски. И, конечно, да, бывали случаи, когда они разговаривали по-английски. И они пытались у тебя что-то узнать про тебя. В общем, ты кто? Что ты тут делаешь? Ну, конечно, да. И спасибо им за это. Потому что мы можем накрасить с вами губы. Можем с вами закончить макияж губ. Я сегодня решила выбрать помаду от бренда The Sea. Вот такого вот она терракотового цвета. А поверх нее я нанесу блеск от Fenty в оттенке Fenty Glow. Ну что, ребята, мы с вами закончили наш макияж. Так, ну и давайте, наконец-то, с вами закончим с нашим бинго. Life in China бинго. Последний пункт, 25-й, это had visa problems. И это, конечно, надо поговорить об этом отдельно, я бы сказала. Потому что, знаете, коронавирус, он как бы принес нам всем вообще эти самые проблемы с визами. 2020 год нам, конечно, всем подарила эти самые проблемы с визами. И они у нас у всех были. У кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей степени. У меня тоже были определенные сложности с визами. В этом году. Но не могу сказать, что это были какие-то прям проблемы. Я бы назвала это issues в этом смысле. Но, тем не менее, да, наверное, мы можем с вами сказать, что было такое в моей жизни. И за это, конечно, спасибо Китаю и коронавирусу. Последний пункт, это у нас фиксатор для макияжа. В принципе, он не то, чтобы нам сегодня сейчас что-то решить здесь. Но давайте его с вами и нанесем. Вот такой сегодня у нас получился формат. Вот такой макияж мы с вами и поболтали. Я вам рассказала какие-то истории интересные, может быть, не очень интересные. В общем, обязательно оставляйте свои комментарии внизу. Понравился ли вам сегодняшний макияж? Понравился ли вам такой формат? Обязательно оставляйте комментарии, что из этого вы пробовали, что из этого вы не пробовали. Если вы живете в Китае, то это будет вдвойне интересно. Потому что вы поделитесь, возможно, своими какими-то забавными историями из жизни. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии, рассказывайте своим друзьям про мой канал. Мне безумно важна и нужна ваша поддержка. Потому что, когда вы меня поддерживаете, у меня есть желание, у меня есть силы и вдохновение, чтобы что-то творить, создавать и вообще вам показывать и для вас что-то созидать. Я вам по традиции желаю прекрасного дня, утра, вечера и ночи, замечательных макияжных дней, исполнения всех ваших самых сокровенных желаний, особенно косметических. Также желаю вам не быть допрошенным таксистом. И, конечно же, shine bright like a diamond. Пока-пока!